блендер 281 и давайте в этом ролике соберем шерман и посмотрим маленькую такую сделаем анимацию просто принимают для его кости делить на клавиатуре удаляем куб камеру и свет можно отключить ну и подгрузим сюда так единица на нампаде отгрузим сюда именно корпус сначала так импорт опш находим десктоп где он у меня тут находится танк шерман готовый так и теперь башню импорт опш танк башня ну так так тройка на нампаде и башню немножко нужно подправить вот сюда вот так далековато вот таким вот образом так смотрим как он в цвете будет выглядеть так башня нормальная а вот здесь нужно прибавить развертку и отдельно сохранил так open и теперь десктоп и находим танк танк готовый импорт вот такой красавчик вот такая штука так давать ему металл настроим так вот здесь поставим металлик вот так чтоб потемнее был ну и башни тоже металлик прибавим так теперь лай аут и заходим в материалы находим вот эту функцию так вот это спекуляр спекуляр поставим чуть-чуть побольше эту функцию немножко прибавим чтобы блеск был вроде металл же ну и тут тоже самое ну вот уже что-то так выделяем через shift сначала башню через shift выделяем корпус единица на нампаде и чуть-чуть кверху так башню немножко еще ослабим сделаем еще полегче так это модификаторы децимейт мастер и еще ползунок до 5000 можно еще немножко опустить пойдет так теперь корпус если корпус сейчас тоже вот децимейт поставить то потекет вот это вот надпись ну немножко хотя бы можно уменьшить вот увидите что надпись уже потекла потому что изменилась сетка вот таким образом так он это не надо коллапс по игреку по иксу симметрия в принципе без разницы да не работает знак плывет ну и мать его отключим пусть так он вроде легенький так что еще сделать ну давайте кости привяжем так сначала shift а делаем мы делаем план добавляем с вот так побольше план делаем в материалах новый материал и добавим песочку добавляем имидж текстуры находим папку вот эту и подгружаем текстурку там земли асфальта мы изменили я в текстуре и жмем к в текстуре и пойдет так в принципе все теперь кости shift а добавляем арматура single bone жмем единица на нампаде поставим видимость прозрачности viewport display так теперь тройка на нампаде жмем ну и вот так вот и приподнимаем нужно поставить именно по центру вот по центру башни чтобы она нормально крутилась окну хотя бы приблизительно как-то смотрим семерка на нампаде и жмем r вот вы видите что нормально будет крутиться привязываем теперь выделяем башню выделяем через shift именно косточку и жмем ctrl пи with automatic widget так добавляем shift а добавляем арматура single bone также ставим ей видимость тройка на нампаде жмем r и точно так же поднимаем чтобы эта косточка была по центру чтобы и корпус вертелся нормально так вот под эту косточку поставим выделяем танк корпус и выделяем косточку перешив ctrl пи with automatic widget так кости связались теперь выбираем все косточки и заходим в post mode выбираем сначала верхнюю кость через shift левая кнопка мыши вот эту косточку нижнюю и жмем ctrl пи бомб для чего это нужно чтобы вот когда мы вот эту косточку будем поднимать g он будет подниматься а башня будет на месте от единицы на нампаде все нормально ну что теперь можно сделать какую-нибудь анимацию вытаскиваем таймлайн жмем тройка на нампаде прописываем а и о крот это вот будет первый кадр ставим на второй кадр то бишь на 10 выбираем нижнюю косточку жмем g вперед чуть и r так вот ну и g на пол ставим вот так на землю пишем а и вот вот мы смотрим то получилось теперь гасим скорость выбираем вот эту косточку жмем вот так вот р и g немножко вперед пишем а и лок рот смотрим что да так ну и отдачу назад при торможении выбираем кость жмем r немножко вот так и g назад а и лок от смотрим опять что получается откат но теперь пусть чуть-чуть поедет семерка на нампаде переключаемся на давайте 60 кадр он проезжает вот сюда а и лок рот следом на семидесятом кадре выбираем косточку эту нижнюю семерка на нампаде и разворачиваемся и р разворачиваемся даже наверное не на семидесятом так это получается он проехал давайте до 90 кадра поставим так семерка на нампаде и так нет, давайте сначала башня пусть перекрутится и вот скейл и теперь на сто десятый кадр повернем корпус семерка на нампаде а ствол жмем назад а и рок-род скейл так смотрим что вообще получилось первый кадр где-то вот в такой ракурс ставим жмем play вот он трогается, немного качается все пошел сейчас башня поворачивается и корпус следом вот так вот ну а теперь выбираем еще косточку вот эту жмем так семерка на нампаде разворачиваем его назад это где-то на сто тридцать первом кадре а и рок-род скейл ну и на сто шестидесятый вернем их назад семерка на нампаде а и блок-род а и блок-род и так давайте посмотрим что вообще получилось а вот 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 Ну вот такая простая анимация Танк работает Все прикольно Все в следующих роликах Нужно сюда персонажа подгрузить Именно вот в башню Вставить ему кости И уже что-то посерьезнее можно делать Все всем пока До свидания